вот он мой картофель здесь находится но такая вот шалька да и вот здесь вот есть конечно там и маленький картофель но весь приблизительно вот такой вот я вообще-то друзья ожидал результатов намного хуже потому что ну как-то картофель он вел себя немножко ну непонятно да как-то быстро выросли побеги он нифига не зацвел цветов у него практически не было ну не то что я их вообще не видел потом как-то это все весь куст развалился он начал жухнуть ну мы ходили тут переломали частично ну думаю все там ничего нету и когда я начал вытаскивать тоже ну практически ничего там не было да на корнях вот но я по отдельности вытаскиваем он как-то обрывался ну ну все все сгнило оказывается нет верхних слоях там где было более-менее мягенько там как раз и образовал образовался картофель он так плотненько друг друге там лежал и в принципе неплохой способ и вот на следующий год я наверно буду использовать покупную землю до перемешая ее вот и в этой земле вместе с сеном я буду использовать ну сажать картофель почему сено потому что в сене и я также сено буду использовать только в виде мульчи для своих томатов почему потому что все не содержится сенная палочка сенная палочка очень хорошо борется с фитофторой ничего другого использовать не буду срезанные листья конечно буду удалять здесь я скорее всего дал лишку я когда срезал листья оставлял их на поверхности думал они перегинют и все будет нормально здесь земля очень хорошая она удобрена но в общем посадил сюда люпинчики чтобы опять же все это удобрил ветер как здесь допустим сходит люпины вот чтобы это все удобрило кому интересно вот не микориза она вот такого вот цвета в виде порошка еще не до конца растворяется нужно чтобы она полностью в воду ушло растворилась вчера я здесь собирал огурцы собрал очень много а вот один огурчик я его посмотрел он уже он лежит огромный большой вчера я собрал целую коробку ну небольшую такую коробку но она целая была полная и огурцы в принципе были хорошие как я говорил да вот видите допустим здесь уже мне всходит не знаю какой-то сидират вот наверное бы быстро быстро растущий какой-то который пойдет под перекопку потому что как и уже неоднократно говорил почва здесь не очень соответственно вы можете вот здесь увидеть что вот эти вот черные вкрапления это купленная земля да как бы перегной гумус а вот эта земля это уже моя она более такая коричневый оттенок имеет с присутствием глины земля конечно плохая нужно больше песка и биоматериала чтобы влага так сильно не скапливалась до обычным мульчированием на хорошей земле вы можете сохранять влагу будет и проветриваются и хорошо подсыхать и не будет вот этих вот влажных испарений и вы тогда свои растения будете предохранять от заражения грибковыми заболеваниями вот ну и соблюдать его оборот земля не должна пустовать как говорил один агро техник в общем самое главное это не почва а именно находящийся в почве жизнь только бактерии и всякие разные как они микробы создают подходящие условия для того чтобы растения росли потому что все а вот это вот подземная или земная жизнь она входит симбиоз с растениями и добывает для растений питательные вещества перерабатывает их в доступную для растений форму растение может у нее есть вот листовая масса которая солнечными лучами или со светом наступает фотосинтез выделяется крахмал сахара протеин которым питается эти микроэлементы чем больше этого происходит чем больше листовой массы на поверхности тем больше всяких разных бактерий и микробов в почве возле корней который старается от растений получить то что им надо а растение получает то что нужно для роста или и для плодоношения внесение вот грубые внесение всяких разных удобрений я имею ввиду минеральных на плохой почве без присутствия вот этой вот жизни до бактериальной ни к чему не приводит растение не растет потому что все это находится в недоступной для растений форме даже может получиться ожог этого растения и она расти не будет соответственно вам нужно чтобы это все переработалось и растение получила все это в доступной форме тот же самый азот он переходит несколько значит переходит из одного состояния в другое вот это все происходит с помощью вот этих вот бактерий вот в общем я как раз таки стараюсь чтобы эти бактерии они у меня были соответственно где я вот выкопал я не оставляю свои грядки без каких-то растений а пытаясь высеивать сидираты в некоторых местах у него уже по три по четыре раза все это происходило вот у меня там лопухи вот я подозреваю что это даже не цветы это тоже сидираты которые уже нужно перекапывать нужно там уже такие какие-то большие листы выросли вообще и дают тень ну вот ну то же самое вот здесь видите у меня уже что-то зацвело и в принципе можно перекапывать здесь уже я два раза у меня первый раз было по цели второй раз еще что-то я тоже перекопал третий раз сейчас я здесь похоронил свои томаты они находятся вот как раз вот вот здесь вот и эту почву мне нужно взять фунгицид и потом все это обрыскать потому что споры этого гриба они все это стали здесь нужно было конечно выкинуть ну вот я почему-то не выкинул оставил здесь соответственно споры гриба будет здесь на тех грядках и в общем нужно обработать всю территорию участка и по весне тоже самое сделать потому что гриб остается и в следующий раз при подходящих условиях он конечно опять перекинется на растения даже может перейти на какие-то другие культуры которые тоже могут им поражаться так вот друзья если мы вернемся спасибо сидиратов вот вот смотрите допустим что я сделал я высадил вот сейчас сюда в приствольные круги бобовые да здесь у меня проросла видите фасоль вот как вы знаете бобовые какие говорил это горох люпин фасоль века вот они на своих корешках бактерий клубеньков бактерии накапливают доступно азот для растений вот и соответственно для своих растений я хочу немножко насытить азотом доступным азотом приствольные круги вот немножко подрастет это фасоль я ее срежу чтобы она ну как срежу чтобы она начала расти дальше вот я думаю что такой способ он даст еще больше рост и соответственно клубеньков бактерий вот больше накопит азота то же самое происходит и с этой грядкой где мне высажен люпин здесь его очень много там почему-то он зашел через раз нужно будет на еще подсеять здесь у меня также фасоль горох и люпин как вы видите да на этом участке очень много фасоли вместе с горохом все это всходит вот и я для себя в общем нашел неплохое решение которым хочу с вами сейчас поделиться но прежде чем я вам все это покажу хочу тоже поделиться значит текущим состоянием на нашей даче ну как вы видите потолок мы сделали да если вот так вот посмотреть вот мы все заменили здесь потолочное покрытие она стала у нас белым вот довольно таки светло становится если направлять свет в потолок то все хорошо освещает вот но в процессе дальше уже значит мы заканчивали но нашли еще одну проблему в общем вот в этом месте вот в этом месте у нас скапливается вода вот она приходит у нас вот отсюда вот да вода начинает стекать вниз также как его здесь вода приходит сюда она идет вот в угол и начинает скапливаться здесь соответственно из-за этой воды начинает гнить видите это все гнилушка вот здесь вот всю полностью до самого угла это уже все сгнило здесь был песок где-то столько насыпано влага постоянно намочила этот песок песок вступал в реакцию с деревом дерево поражало грибок никакие химические вещества там распылены в воздухе а именно грибок ему нужно повышенной влажности он начал выедать у нас древесину соответственно нужно принять меры для того чтобы остановить эту сюда воду и вот мы сейчас работаем над этой как бы проблемой вот что у нас там мы еще не знаем это мы оставим на более поздние сроки нам как бы вот сейчас нужно здесь сделать вот все это изолировать и значит будет нормально у нас есть остаток материала который мы пустим сюда у меня есть доски чтобы заниматься строительством и перестройкой у меня начинается отпуск и соответственно мы будем все это делать так о решении вот допустим смотрите я пошел в русский магазин и приобрел себе фирмы хозяюшка не реклама фирмы то что можно допустим обычный горох он как видите целы до горох и также фасоль ну где она тут у меня фасоль я ее не вижу в общем и также фасоль куплены в русском магазине можно использовать для того чтобы высеивать на грядке почему в русском магазине ну вот или в другом магазине где продается такие это потому что допустим обычные семена они стоят дороже и здесь допустим там по полкило она стоит около 7 евро вот или допустим 400 грамм на чем лучше как бы растение тем она дороже поэтому друзья тот же самый люпин который относится к семейству бобовых ну где-то можно его купить за большую пачку за 55 по 5 евро за килограмм это довольно таки много становится и тогда вот можно купить обычный горох он все равно не съедобны он вам нужен для того чтобы глубинку бактерий собирали азот и и та же самая фасоль которая делает то же самое да так вот себестоимость этого горох я нашел евро 15 за один килограмм ну и фасоль чуть-чуть дороже да она мне обошлась почти что там в 3 евро вот и все это по килограмму но эффект от этого никак не меньше если вы приобретаете специальные сидиральные семена ну а может быть даже и лучше вы можете больше купить больше все это высеять на чтобы у вас все здесь в азоте потом потонуло вот соответственно все деревья у вас дадут хороший прирост но нам нужно делать так чтобы конечно они не жировали у меня допустим вот это алыча она прям жировала у него где-то вот от ствола уходили ветви они больше чем два с половиной метров вымахали это за это сезон и я их уже обрезал они у меня тоже находится ветки здесь поэтому здесь как будет неровно такая шапка поднялась проступает грибок вот но здесь очень много целлюлезы да здесь закопан картон бумага резаная не соответственно проступает наверно целлюлезный грибок вот и только таким образом можно улучшить почву ну и соответственно весной я буду проводить работы по разболачиванию самых низких мест и попытаюсь их поднять и все это буду делать с помощью картона с помощью сидиральных растений с помощью листвы которые будут заносить ну вот и все это будет покрывать слоями ну вот и перекапывать также под переводку будет уходить и дерн вот здесь как и говорил будет дренажная траншея который будет заполнена каким-то грубым материалом большим вот и соответственно уже вокруг черешни будет перекопана вся почва удобрена то же самое листвой вот тем же самым торфом вот и много будет листвы а уже потом я буду высеивать повысь не уже траву вот в принципе друзья все что хотел сказать да на сегодняшний день сами видите что как бы сейчас да все находится таком состоянии все лежит валяется даже я так сказал и до этого руки не доходят ну вот это вот гнил гнилой хольц который мы сюда вынесли он так и остается но хольц допустим хочу закопать потому что он сейчас подвержен выеданию вот этих вот соответствующих бактерий которые съедает хольц и у меня же ветки тоже прикопаны и вот я хочу это тоже закопать чтобы те ветви которые находятся под землей они тут же были подвержены этому грибку и это все быстро разложится и впоследствии все это превратится в гумус вот в принципе друзья на этом все всем пока и увидимся все